Раньше в этом прекрасном саду был не просто пустырь, а горы мусора, оставленного после ремонта. Твердая, как камень земля, не давала ни одного ростка. Евгений Галкин, в прошлом военный человек, приучен к порядку. А вид под балконом никак не соответствовал его представлениям о прекрасном. Вот и стал он вечерами понемногу облагораживать участок. Втянулся так, что даже мечтает на оставшемся участке установить фонтан. Есть планы, да. Вот здесь вот этот участок вот сзади у нас остался свободный. Там ужасная земля, ужасная территория. Я хотел сделать водопад. И нет специально выделенного времени для этого. Оно само собой находится, понимаете, для того, чтобы этим заниматься. Я же здесь не работаю, я здесь отдыхаю. Если получается, красота, она как бы дает силы. Программа «Цветущий город» была запущена по инициативе главы Самары Олега Фурсова только в этом году. Но уже заметны результаты. Ярких красок стало больше. Площадь высадки цветов увеличилась на четверть, и это не предел. В программе все активнее присоединяется бизнес. Предприниматели благоустраивают прилегающую территорию за свой счет. Чтобы было красиво видно издалека, чтобы привлечь внимание людей, чтобы обгородить как-то наше кафе, обгородить в конце концов парк, который здесь сделали. Предпринимателям я считаю, что даже выгодно создавать такие хорошие условия, принимать активное участие в озеленении и благоустройстве, потому что это создает настроение для их клиентов. А проходящие мимо жители Самары просто наслаждаются видами. В Октябрьском районе высажено более 13,5 тысяч клумб, клумб, установлено 337 вазонов и 15 каскадных конструкций. В течение года будет высажено 130 деревьев. Предприниматели Октябрьского района установили больше 100 вазонов с цветами и благоустроили больше тысячи квадратных метров газонов. Городские власти призывают жителей бережнее относиться к чужой работе, не срезать и не выкапывать цветы. Креативные придумки дизайнеров всегда хорошо работают. Здесь есть, например, вот такие стулья, правда, на них нельзя сидеть. И даже чемодан, купленный на Блошином рынке, в котором уютно разместились желтые бархатцы. Благодаря городской программе по озеленению, цветы появляются там, где их раньше никогда не было, как здесь, на проспекте Масленниково. Цветочные газоны и каскады установлены впервые. К концу посадочного сезона на протяжении всей улицы высадят березы, липы и каштаны. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.